Владимирская областная клиническая больница – флагман здравоохранения 33-го региона. Ее история берет начало в 1802 году, когда была открыта первая во Владимирской губернии больница для гражданского населения, ставшая впоследствии губернской, а затем и земской. Разумеется, с того времени многое изменилось, и сегодня мы покажем возможности главного областного лечебного учреждения. Областная клиническая больница оснащена современным медицинским и диагностическим оборудованием и укомплектована высококвалифицированными кадрами. В настоящее время здесь трудятся два доктора медицинских наук, 18 кандидатов медицинских наук, два заслуженных врача России. 21 сотрудник награжден знаком отличник здравоохранения. Больше половины врачей и средних медицинских работников имеют первую и высшую категории. Больница оказывает весь перечень медицинских услуг, востребованных населением. На территории ОКБ расположен региональный сосудистый центр, где оказывают специализированную, в том числе и высокотехнологичную помощь. К примеру, с помощью мультиспирального томографа нового поколения врачи имеют возможность проводить весь спектр исследований в лучевой диагностике с высокой точностью. Мультиспиральный томограф позволяет проводить обследование головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, помогает врачам в диагностике патологии сердца и сосудов и обследовании больных, находящихся в бессознательном состоянии. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения тоже оснащено по последнему слову медицинской техники. Здесь оказывается современная высокотехнологичная помощь и проводятся малоинвазивные методы лечения. Говоря простым языком, с помощью этих методов обеспечивается минимальное вмешательство в организм человека, в отличие от открытых полостных операций, требующих более длительного восстановления пациента. Суперсовременное оборудование и высочайшее мастерство врачей позволяют проводить операции, которые еще несколько лет назад были недоступны большинству жителей регионов России и проводились только в крупных российских и заграничных клиниках. Сегодня в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Владимирской областной клинической больницы успешно проводят стентирование сосудов сердца и головного мозга, установку кардиостимуляторов, эмболизацию артериальных аневризм сосудов головного мозга, артерио-венозных мальформаций и фистул и целый ряд гинекологических и урологических операций. И что особенно важно, абсолютно безболезненно для пациента. Нейрохирургическое отделение областной клинической больницы, как и все другие отделения ОКБ, оснащено новейшим оборудованием и позволяет пациентам получать высококвалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях. К примеру, вот палата для маломобильных больных, где созданы все условия для скорейшего выздоровления. Специалисты выполняют все виды нейрохирургических операций при новообразованиях головного мозга, сосудистых патологиях, дегенеративных заболеваниях и травмах позвоночника и другой патологии. На вооружении врачей высокоточная аппаратура. Здесь можно увидеть и эндоскопические установки, и микроскопы, и нейронавигационное оборудование. За счет всего этого и, конечно же, высочайшего профессионализма врачей оказывается высокотехнологичная помощь. Перед вами уникальные кадры из операционной. Идет операция по декомпрессии локтевого нерва. После нее пациент навсегда избавится от болей и сможет жить обычной жизнью без всякого дискомфорта и ограничений. В нейрохирургическом отделении успешно проводятся и такие операции, как имплантация нейростимуляторов и лечение болевого синдрома позвоночника и конечностей. Ну и, конечно же, сложная и очень востребованная процедура вертебропластика – укрепление позвоночника. В любом сосудистом центре огромное внимание уделяется отделению реанимации. Именно здесь происходит основная борьба за человеческие жизни. Здесь после сложнейших операций люди приходят в себя и зачастую обретают еще один день рождения. Оснащенность отделения реанимации Владимирской областной клинической больницы позволяет медикам отслеживать жизненные параметры пациентов и мгновенно реагировать на различные отклонения. Здесь установлена дыхательная, дозирующая и следящая аппаратура. Каждая койка оснащена консолью для питания аппаратуры, подводкой медицинских газов и монитором. А сейчас мы переместимся в соседний корпус областной клинической больницы. Здесь расположено много различных отделений, но мы отправимся в отделение травматологии и ортопедии. Специалисты ежедневно проводят по несколько операций разной сложности. Сейчас проходят две, если можно так выразиться, параллельно. На этом столе молодому мужчине сшивают поврежденные сухожилия на правой руке. Медики не сомневаются, что после операции и реабилитационного периода пациент полностью восстановится и последствия травмы не отразятся на его работоспособности. По соседству проходит артероскопическая операция на коленном суставе. Врачи проводят пластику крестообразных связок. Стоит отметить, что это высокой степени сложности малоинвазивной операции, поэтому период постоперационного восстановления минимален по сравнению, к примеру, с теми же действиями медиков так называемым открытым способом. Помимо операций по поводу травм различной локализации, в ОКБ проводятся ортопедические высокотехнологичные операции по замене тазобедренных и коленных суставов. Еще 10 лет назад, чтобы получить такую медпомощь, жители Владимирской области вынуждены были ездить в специализированные клиники соседних регионов. А уже сегодня ОКБ готово принимать не только жителей 33 региона, но и пациентов не только из России. По соседству с травматологией расположено хирургическое отделение. Оно, как и соседнее, оснащено современным оборудованием. По словам врачей-хирургов, это позволяет проводить операции от удаления желчного пузыря до частичной и полной резекции одного или нескольких сегментов печени. Ну а если это перевести на доступный всем и каждому язык, скажем, что здесь могут успешно сделать любую операцию, за исключением трансплантации органов. На наших кадрах операции с мудреным названием в виде ассистированная тотальная тиреодоктомия, в простонародье удаление щитовидной железы. Слаженная работа бригады хирургов не вызывает сомнений в успешном завершении оперативного вмешательства. Также стоит отметить, что в этой операционной ежедневно проводятся реконструктивные операции на желчных протоках, поджелудочной железе и органах брюшной полости. Теперь отправимся еще в один корпус Владимирской областной клинической больницы, в отделение нефрологии. Людям неискушенным в медицине напомним, что нефрология – это область медицины, изучающая функции и болезни почек, а также занимающаяся консервативным лечением этого жизненно важного органа. Врачи-нефрологи занимаются в том числе и улучшением работы и функций почек. Разумеется, что в нефрологическом отделении ОКБ применяются самые передовые технологии. Перед нами аппарат «Искусственная почка». Пациент проходит процедуру гемодиализа. Она показана тем, у кого, говоря по-простому, отказали почки. «Искусственная почка» очищает кровь от шлаков, то есть выполняет то, что в здоровом организме и делают почки. Несколькими этажами выше – лоротделение. Во все века специалистов-отоларингологов называют «ухо-горло-нос». Из этого следует, что в отоларингологическом отделении ОКБ проводятся все основные виды консервативного и хирургического лечения пациентов с патологией уха, горла и носа. Коррекция внутриносовых структур, наружного носа, наружного и среднего уха, ушных раковин и гортани. Также выполняются операции особой сложности пациентам с осложненной формой патологии, рино- и атогенные внутричерепные осложнения и внутриорбитальные осложнения. Эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух. Коррекция нарушений голоса, в том числе хирургическая. Операция микрохирургии гортани. Слух улучшающий и слухосохраняющий операции и санирующий операции на среднем ухе. Хирургические вмешательства выполняются как под местной, так и под общей анестезией. Операции проводятся с применением щадящих методик на современном оборудовании ведущих зарубежных и отечественных производителей, врачами высшей квалификационной категории. На этих кадрах мы видим практическую работу врача в операционной. Специалистами проводится подслизистая резекция перегородки носа, септопластика. Если пару десятков лет назад это была весьма неприятная для пациента процедура, то сейчас все изменилось в лучшую сторону, в том числе и постоперационное восстановление. Кстати, лор-специалисты то ли в шутку, то ли всерьез утверждают, что они дарят людям свободу носового дыхания. Ну и в заключении нашего посещения Владимирской областной клинической больницы мы отправляемся в офтальмологическое отделение, которое оснащено самым современным оборудованием. Обследования, проводимые высококвалифицированными врачами, позволяют детально исследовать структуру глаза, поставить точный диагноз в день обращения, определить тактику проведения хирургического или консервативного лечения, а также проследить динамику лечебного процесса. Основной объем хирургической помощи приходится на операции, выполняемые при катаракте и глаукоме. Операционный блок оснащен самой современной хирургической техникой, позволяющей проводить микрохирургические вмешательства на самом высоком уровне. На вооружении хирургов находятся офтальмологические комбайны лучших мировых производителей и используются высококачественные расходные материалы. Офтальмологами ОКБ накоплен богатейший опыт лазерного лечения тяжелых заболеваний сетчатки, таких как диабетическая ретинопатия, осложненная миопия и посттромботическая ретинопатия. Разумеется, что в этом видеосюжете были показаны далеко не все возможности Владимирской областной клинической больницы, которая более 200 лет стоит на страже здоровья жителей не только 33 региона, но и всей России и, как всегда, готова оказать весь спектр медицинских услуг. Владимирская областная клиническая больница флагмана медицины 33 региона желает всем крепкого здоровья и всегда готова прийти на помощь.